В эфире на Вести ФМ 103, Дагестанское радио. В эфире передача из рубрики «Ленья жизни» ведет программу журналист, заслуженный работник культуры Республики Дагестан Эдуард Эниров, редактор Бедернися Гусейнова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем серию передач в рубрике «Линия жизни». Сегодня наш рассказ о первом директоре Музея боевой славы Махачкалы Валентине Васильевне Макаровой. 4 апреля прошлого года ей исполнилось бы 90 лет со дня рождения. Она была заслуженным работником культуры ДССР, краеведом, организатором поисковой работы. Родилась Валентина Васильевна в 1931 году в селе Шабольцево Ярославской области. Ее родители Василий Сергеевич и Мария Ивановна Макарова незадолго до войны переехали с детьми в деревню Большая Кома на берегу Волги. А после войны приехали в Дагестан и остались здесь навсегда. Уже перечень учебных заведений, которые окончила Валентина Макарова, показывает, как она любила учиться, каким ответственным человеком она была в любом деле. В 1948 году Валентина окончила с отличием Оксаевскую среднюю школу номер один Хасеверского района. В 1948-м, в 1953-м годах она училась в Дагестанском сельхозинституте, получила квалификацию агронома. А в 1967 году окончила аспирантуру Северо-Кавказского НИИ, садоводства и виноградост. Также Валентина Васильевна окончила педагогический факультет Московского ордена Ленина в Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева в 1969 году. Несколько раз ездила на повышение квалификации в вузы разных российских городов. Трудовую деятельность Валентина Макарова начала еще студенткой. Затем работала на опытной станции Буйнакске, Горди-Никозе, Аграхим-Лаборатории, руководила кружком на станции юных натуралистов Буйнакске. С 1969 года, после окончания подкурса в Москве, Валентина Макарова стала работать в Махачкалинском сельскохозяйственном техникуме, где преподавала гидромиориацию. В 1971-1975 годах была заместительным директором техникума, активно занималась общественной деятельностью, создала музей техникума. Организовывала также походы учащихся по местам боевой и трудовой славы. В техникуме она сдала и экзамен на золотой значок ГТО. С 1980 года Валентина Макарова стала работать в Дагестанском государственно-объединенном историко-архитектурном музее в должности заведующей сектором Великой Отечественной войны. А в 1982 году в Махачкале был создан филиал этого музея – музей боевой славы, в организации которого Макарова принимала самое активное участие. В 1980 году она стала его директором. Валентина Васильевна разыскала и передала в фонды музея свыше 2000 реликвий Великой Отечественной войны. На протяжении почти 30 лет занималась поиском воинов, пропавших без вести, установлением мест их захоронения, адресов родственников воинов, похороненных в Махачкале. Для розыска пропавших без вести Валентина Васильевна несколько раз ездила в Центральные архивы Ленинграда и Москвы. Перед одной из таких поездок она уволилась с работы и устроилась в Ленинграде дворником в военно-медицинский музей, чтобы иметь возможность жить в городе и работать с архивами, где планировала найти информацию о разыскиваемых. Рабочий день у нее начинался с 4 часов утра, а после тяжелой работы она спешила в архив музея, где сидела над документами до поздней ночи. Полгода поработала она таким образом. Валентина Макарова подготовила картотеку фронтовиков, справочные дислокации и специализации Ивака Госпиталя Дагестана за 1941-1945 годы. Картотеку воинов умерших в госпиталях Махачкалы. Совместно с комсомольцами на Махачкалинском городском кладбище создала мемориал павших воинам. На нем 2700 фамилий, ранее не значившихся в списках. Были найдены родственники тысяч умерших воинов. Разосланы письма им. Узнав о захоронении своих близких, родственники к 9 мая приезжали в Дагестан со всех уголков страны, чтобы поклониться могилам своих дорогих отцов, сыновей, омыть их слезами. Поисковая группа при Махачкалинском горкомне комсомола, возглавляя Валентина Макарова, была координирующим центром поисковой экспедиции «Летопись Великой Отечественной». Именно с разыскания Валентины Васильевны начал свою деятельность в Дагестанский ТОКС. Около пяти лет Макарова была автором и ведущей цикл передач на телевидении «Никто не забыт, ничто не забыто» вела переписку в студии, связанную с поисковой работой. Заслуги Валентины Васильевны были отмечены властями. Указом Президентом Верховного Совета ДССР от 30 июля 1980 года ей присвоили звание «Заслуженного работника культуры Дагестана». В 90-х годах после выхода указа Президента России об издании книги памяти началась трудная и кропотливая работа по созданию региональной книги памяти, которую заносились именно погибших и пропавших без дагестанцев. В 1996 году вышел первый том этого уникального проекта. За 9 лет было издано 11 томов. Все эти годы Валентина Васильевна принимала активное участие в редакционной коллегии издания, была руководителем рабочей группы по ее подготовке. Валентина Васильевна была скромным, простым, аскетичным, глубоко верующим человеком. Она приняла постриг и стала монахиней. Матушка Клавдия так нарекли ее в постриге, как вспоминают знавшие ее до конца жизни, читала в храме поминальные молитвы за погибших на войне, называя их поименно. Умерла Валентина Васильевна 8 сентября 2008 года. В нашей передаче принимает участие заслуженный художник Республики Дагестан, директор Мамиткалинской художественной школы, известный общественный деятель Республики Гамзат Абдулкадырович Гусейнов, который принимал самое активное участие в создании музея боевой славы города Махачкалы, где директором была Валентина Васильевна Макарова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С Валентиной Васильевной Макаровой мы познакомились в начале 90-х годов. Она разыскала меня, узнав, что я сделал два музея в Дагестане. Это театральный музей, музей имени Гулубея Буйнакского, чтобы создать вместе с ней музей боевой славы Дагестана. Ну, вроде бы, я вначале как-то уже решил не делать музея, потому что очень тяжёлая работа, но она меня убедила, убедила создать этот музей. И я согласился, и мы работали вместе с ней. Я как художник, который создал проект оформления этого музея, она научный руководитель, весь материал, который она собрала, всё это мы разложили. Идея была не просто так разложить материалы, а образ Великой Отечественной войны от начала до самого конца. Был создан там. Был создан не только материалами, даже такими, например, методами художественного оформления, там, объёмы какие-то такие, которые образно олицетворяло. Нападение на Советский Союз, потом защита, потом Курская дуга, потом победа там и так далее. Всё это было образно создано планшетами, и объёмными, и плоскими. И во время работы я узнал, что был такой Хаким Исмаилов. Абдул Хаким Исмаилов. Абдул Хаким Исмаилов, который его одрузил вместе с группой знаний на Рихстаг. Самая известная фотография, где он присутствует там. Она нашла его, добилась, чтобы ему присвоили героя России. Представляете, это какой труд. Она это сделала. Потом я узнал, что афганец Лизгин по национальности с Южного Дагестана, то ли Исрапил его, или Исрапилов, я сейчас не помню, как его звали, она добилась, чтобы ему тоже присвоили героя России. Вот такая неравнодушная женщина. Ей до всего было дело. Я её часто вспоминаю. Это очень положительный, очень такой человек, который меня стимулирует в духовном плане. Гамзат Абдул Хакимович, а как Валентина Васильевна помогала вам в создании композиции музея? Какие она давала советы вам, может быть? Хотя вы, конечно, художник, у вас своё видение было. Ну, тут, понимаете, в этом плане основная роль была моя. Она материала, а так мы общаемся. Допустим, я все свои музеи и до боевой славы, и после я подходил образно. Для меня это главное. Образ того, что делали, вкладывал во все эти музеи. И до, которые делал, и после. Это был мой подход такой. Мною были сделаны 15 музеев, и была ещё такая очередь. Потом из-за здоровья я уже отказывался, что не делал дальше. 4 мая 2011 года указан президент Дагестана Магомедовым имя Валентины Васильевны Макаре было присвоено музею боевой славы. Абсолютно заслуженно. Зная эту женщину, она занималась розысками только этими вещами. И такой музей создала она. И она заслуживает такого. Очень правильно сделали, что этот музей носит её имя. Её память должна сохраниться в Дагестане. И молодые люди брать пример с неё. Ну вот хотя бы то, что совместно с комсомольцами города Макаровой на Махачкалинском городском кладбище был создан мемориал павшим воинам на 2700 фамилий, ранее не значившихся в списках захоронений и надгробьях. Отправлены сообщения 2000 родственников умерших. Они же помните, в 9 мая приезжали в Махачкалу, чтобы поклониться, чтобы поплакать у могил. И ведь это же огромный труд, который был сделан. Совершенно верно. Это огромнейший труд. Я вот зная её, да, вот тогда познакомившись, узнав её, зная её, это для меня настоящий идол, которому надо поклоняться. Её надо не только вот назвать музей, её надо имя сохранить в Дагестане навсегда. Даже я так предлагаю возле музея поставить памятник ей. Или хотя бы бюст. Достаточно назвать такую цифру. Ей созданы картотека на 10 тысяч фронтовиков. Справочных дислокаций и специализаций и вако-госпиталей Махачкала и Дагестана за 1941-1945 годы. Картотека на воинов, умерших в госпиталях. Книга памяти. Благодаря этому установлено 3,5 тысячи домашних адресов воинов, умерших в госпиталях Дагестана. И так далее, и так далее. Это огромная работа, которая под силу большому коллективу. Я её примерно помню в те годы, потому что я как журналист делала репортажи «День Победы». И прекрасно помню эту энергичную, небольшого роста женщину, которая всегда была на виду. Она была в центре внимания. Вокруг неё всегда была молодёжь. И те родственники, которые приехали в день 9 мая, поклониться могилам воинов, которые она, собственно говоря, там установила. Что можете сказать в конце нашей передачи, кроме того, что вы сказали, что надо установить памятник Валентины Васильевны Макаровой. Что ещё можно было увыковечить её имя? Каким образом? Я бы, да. Музей, да, музей назван её именем. Это вполне заслуженно. Вполне заслуженно. И заслуженно то, что даже назвать её именем улицу, одну из улиц Махачковой, новостроек, пускай будет, или что-то, которое переименовывается там и так далее. Потому что этот человек заслуживает огромного внимания к ней. Зная её, я же скажу, редко встретишь таких людей. Редчайший человек. Надо сказать, что именно вы, Гамрад Аблукадырович, стали инициатором вот этой передачи. Именно вы несколько раз мне напоминали о ней, хотя я её знал, чтобы провести эту передачу. Я думаю, что и сегодняшняя передача – это тоже дань памяти этой великой женщины. Я думаю, что наш власть передержащие послушают, может быть, прислушаются к тому, о чём вы сегодня говорили, к тем предложениям, которые вы сегодня высказали. Дорогие радиослушатели, сегодня наша передача была посвящена известному дагестанскому краеведу Валентину Васильевну Макаровой, которая была первым директором музея боевой славы в Махачкале, имя которого носит сейчас этот музей. В нашей передаче принимал участие заслуженный художник, Республики Дагестан, директор Мамиткалинской художественной школы, Гамзат Адулкадырович Гусейнер. Спасибо. В эфире прозвучала передача из цикла «Линия жизни». Вел программу «Журналист», заслуженный работник культуры Республики Дагестан Эдуард Эмиров. Редактор и монтаж программы Безерниси Гусейнова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова